Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, и сегодня будет очень-очень нестандартное, на мой взгляд, видео, в котором я буду играть с такой импровизированный сеанс на шести досках, но этот сеанс будет не против шести разных человек, а против одного и того же шахматиста, то есть, по сути, этот шахматист тоже играет против меня сеанс, но, то есть, по-большому, что-то даже нельзя назвать сеансом, а это такие вот своеобразные баскские шахматы, но не на две доски, а аж на шесть досок, и моим соперником здесь выступает, на самом деле, легенда различных игровых площадок, довольно сильный шахматист, ну и большой популяризатор шахмат в интернете, ланс 5500. Ну, конечно, моего соперника значительно больше опыт в проведении вот таких вот, ну, не самых распространенных мероприятий, но надеюсь, что мне все-таки удастся навязать борьбу, и мы играем на шести досках, как видите, везде разные позиции, и контроль времени 30 минут каждому плюс 15 секунд после каждого хода. То есть, в принципе, ближе к концу партии я ожидаю, по крайней мере, в некоторых партиях достаточно серьезные цветноты. Ну и по возможности стараюсь разнообразить дебюты, хотя, конечно, сказать, что там какое-то невероятное разнообразие все-таки не могу. Ну, пока протекает дебютная стадия, вот здесь у нас каталон, здесь славянская защита, но по большому счету серьезно что-то комментировать не приходится. Солнце 4, итальянская партия, которая в последнее время доставляет мне довольно серьезные проблемы, но, правда, вот удалось немного на ней поработать, и надеюсь, что удастся выйти из дебюта. В этой партии конь f3, сыграю новую индийку. Здесь у нас каталон, а здесь у нас славянка с конь c3. Это, кстати, очень противный для черных вариант, потому что, ну, е6 мне постили, мне очень подходит из теории, я там не знаком. Сыграть слон f5, я, конечно, сыграю слон f5, здесь у белых есть возможность садеть саде фxb3. Там белый выигрывает пешку, черный получает некоторую компенсацию, но большой вопрос, достаточно ли она хотя бы для уравнения. Тодианка, g3, ну, сыграю слон b7. Здесь, наверное, пойду b3, один из любимейших ходов Владимира Крамника. Ну, вот, ланс не играет, не играется, да, играет конь f3, но здесь как раз учет более-менее полный порядок, после е6 игра сходится к другой распространенной этапе, которая чаще получается через порядок ходов с конь f3, потом е3. Конь c3, ну, конь c3, конечно, не самый, не самый амбициозный ход, но с другой стороны у белых есть очень надежная позиция, может быть, вот для формата такого сеанса это и неплохая идея. Ну, хорошо, у меня большого выбора, на самом деле, нет, я сыграю d6. Здесь вот, опять-таки, позиция совершенно теоретическая, конечно, слон е7 ход основной, но я, наверное, его все-таки сделаю, хотя есть еще интересная альтернатива слон b4, но сыграю все-таки слон е7, здесь слон е2, буду пока заканчивать развитие. В nc3 сыграно до 2-0, то есть на 2-0, видимо, мой соперник уже fc2 собирается играть. С некоторыми неприятностями для меня, потому что не получается сразу прихватить центр. У нее 4, ну, вот сказывается, наверное, отсутствие опыта у меня в этом дебюте. У нее 4, конечно, хочется сыграть. Не произойдет ли со мной какой-нибудь дебютный катастрофа в этом случае? Ну, вроде как, вроде как пока нет. Сыграю кунь е4. Аштейн не пускает мой соперник слона на же 4. Интересно, могу сыграть кунь е5 или начать уже заниматься ловлей этого слона? Или это все-таки такая неоправданная идея? Кунь е5, слон b5, c6, слон а4, b5, вроде все нормально для меня. Ну, потому что хочется сыграть по-амбициознее и заживать все-таки эту фигуру. Кунь е5, слон g5. В принципе, вполне возможно, но и с другой стороны я возьму на c4. Сыграю а6, слон h4. Там буду смотреть по ситуации, может быть, просто слон е6. Ну, хорошо, давайте попробуем Кунь е5. Здесь е5 сыграет на самый принципиальный ответ, особенно если мой соперник сыграет в ответ на де, тоже де. То есть кунь е4 возможно, но там белые, может быть, могут рассчитывать на маленький перераз. Здесь c5, тоже одна из стаби ферзевого аграмбита. Сыграю dc. Здесь сыграю а4. Ну, вот ланс пытается забрать моего слона, тоже вполне разумное действие. Мне передо мной стоит выбор, не самый, кстати, простой выбор, слон е4 или слон g6. Тема хода возможна, но давайте сыграем слон е4 в этой партии. Кунь b3, забираю фигуру. Все-таки кунь е4. Мне кажется, что доехать больше обещает черным шансов на полное уравнение. Хотя кунь е4 тоже, конечно, ход-то в принципе неплохой. Сыграю слон b2. Слон c5. Опять-таки у белых есть некоторый выбор. Фиг ц2, возможно, а3. Тоже логично смотрится, наверное. Сыграю а3. 2-0. Ну, после 2-0 я могу сыграть 2-0. Я, наверное, так и поступлю. И, в принципе, игра сводится к довольно часто встречающейся позиции. А6. Ну, потому что белые хотят при случае кунь е4 сократить, тоже вплотную заняться моим слоном. Кунь е1, да. Но этот вариант довольно скучен. В общем, белые здесь потентуют, конечно, на очень небольшой перевес. Но вот именно, что действительно очень небольшой. Я могу, наверное, попытаться внести все-таки в эту позицию некоторое своеобразие и сыграть d5. Не думаю, что этот ход проигрывает. Самое надежное, кажется, он же 2, но там лица получаются совсем пресные и скучные. Сыграю d5. Ульца 6 этой партии тоже исполнена. Наверное, пойду ферд c2. Ульца 6, да, черные. Могли сразу отыграть пешку, но они хотят ее отыграть со всеми удобствами. c4 есть ход, есть ход ферд c1. Оба смотрятся достаточно неплохо. Сыграют c4. 2-0. Тоже 2-0. Может быть, правда, есть смысл аф-6 поставить, воспрепятствовать. Слон g5, но тогда слон e3 выигрывает в силе. Все-таки ход f6 не самый полезный для меня из общих соображений. Сыграю поэтому пока. Крекировку f3, но здесь выбора нет. Для d1. Вариант Ярослава Презента, который, конечно, не дает никакого пререса. После слон f6, конца 3 у черных сильных. Вот слон f3 есть и там полный порядок у черных. Но все равно, где d1 я сыграю, f4 без особых раздумий, но вы видите, что на всех, на всех досках мой соперник уже прижимает меня по времени. Того, конечно, в принципе, следовало ожидать. Хорошо, как мне реагировать на f4? В частности, какой-нибудь потенциальный ход fd7 или fd8, в чью он пользуется здесь? Давайте попробуем fd8. Сильно, плохо опять быть не может. fb3, fc7 или fb6, это вот важный момент. Оба хода возможны, fc7 при случае подставляется, конечно, под слон d2, ладят c1. Поэтому сыграю fxb6. fc6, конца 3. Так, тут fx5, fb4 возможности у меня пока нет, по причине взятия на fb4. Понятное дело, что все мои комментарии не слишком глубокомысленные, но вот уже комментирую, как умею. Ну, хотя d1, видимо, конь d4 противный ход, да? cd, ed, возможно, ладят d5. Если не шпать эту позицию, когда смотрел, c3, fc3. Взяли-взяли, слон а3. Ну, черный, там порядок. Наро бы просто слон d3, конечно, сыграть. Это, наверное, самое безопасное. действия за меня. В черных появится возможность D4, можно будет разменяться два раза, рахировать. Давайте так. Так, стоп, слон D3, конечно, коль B4. Уже вот сказывается непривычный формат. С слон D3, коль B4. Видимо, серьезные неприятности. Хорошо, тогда мой выбор сокращается. Видимо, все-таки надо играть ладья D1. Есть еще ход 3-0, когда-то его встречал, но он все-таки очень рискованный. Так, тут пока размены сыграны, действительно, на слон D3 разумное. Действия с стороны моего соперника. Стоит ли мне меняться на E3 самую и вскрывать линии для моего оппонента, на самом деле вопрос. В принципе, слон C5, D3 не является каким-то какого-то страхическим изменением структуры для меня, но если я допускаю слон C5, должен защитить пешку на E5. Наверное, так и поступлю. Здесь пока слон E7, не стал мой оппонент играть кунь Е4. По-моему, возможно, был ход кунь Е4, но в любом случае, в момент уже заигран. Я должен выбрать между CD и слон D3. Скорее всего, или слон E2, может быть, даже. И вот большой вопрос, куда лучше ставить слона. На слон D3 там какие-то есть тактические трюки, связанные с ходом E5 в той или иной редакции. Поэтому сыграю все-таки слон E2. Так, здесь D3. Кунь C3 возможен. Ход. Возможен ход Феркция 1. Садилия ладья D1. Заодно защищаясь от E4. Но Феркция 1 достаточно грамотно. Так, сыграю на КНД5. КНД5 интересный ладья. Я с ним, конечно, никогда не встречался. То есть слон F3, но чаще всего играет. КНД5. На КНД5, КНЦ3 я не успеваю взять на С6, потому что там следует промежуток КНД2. Видимо, с неприятными последствиями для меня. Я всегда могу сыграть КНД5. На КНД3 просто БЦ, слон Ж2, король Ж2. И там попытаться сделать вид, что белые претендуют на небольшой перерез, потому что пешка-то отыгрывается. Или же есть ход более амбициозный, ход Е4. В надежде сохранить побольше фигуры, подчеркнуть перерез в пространстве. Там, конечно, ответ КНД4 неприятен. Феркция 2, КНД3. Правда, после КНД5, наверное, все равно отыгрываю материал. КНД1, ВДЦ1, Б5. Ну, там, да, была мощная инициатива, поэтому на КНЕ5, наверное, все-таки КНЕ5, ДЕ, Ферзь отходит, Ферзь Е4, КНД7. У меня есть некоторые структурные слабости. Или можно после Е4, КНД4, Ферзь 2, КНД3 просто пока ставить этого коня в покое и сыграть слон Е3. И потом, может быть, при случае пригрозить ходом Б3. Давайте попробуем, интересно смотрится. Более интересно, чем ход КНЕ5, который все-таки пресноватый. Сыграл Е4, здесь просто поменял Ферзей. Здесь надо решить, какую мне структуру выбирать. Но слон Ж2, конечно, помогает сопернику активизировать коня. Может быть, поэтому не стоит играть слон Ж2, спешить со слон Ж2, по крайней мере. Сыграю, поэтому ЕД. Хотя, конечно, ЕД, при случае допускательства на Е4 ЕДЕ, у меня там пешка отрывается от своих коллег, но, может быть, ничего страшного. Так, тут Ферзь Е2, тут ДЦ. Наверное, слон С4. Ну да, кажется, можно сыграть слон С4. Просто КНЕ2. Надо поделиться со структурой. В принципе, ДЦ и Б5 довольно концептуально смотрятся. Я, конечно, сдаю центр, но, может быть, это вполне можно пережить за черных. Или же можно просто заканчивать развитие как-нибудь путем слона Д6. Дождаться хода Ж3, ДН3. Потом уже ДЦ и Б5. Вот, наверное, кстати, эта идея мне нравится побольше. Что там, правда, надо считаться с С3 до Е4. Так что давайте все-таки возьму, сразу поделю структуру. Здесь КНД3 сыграно. Мне предстоит все-таки выбрать между КНЕ5 и Б3. Ход Б3, конечно, то есть между С3 и КНЕ5. Туда идея С3 и Б3, она немножко повокационно выглядит. Может быть, она и неплохая, но выдывает некоторые сомнения, по крайней мере. Хотя это все-таки наиболее амбициозный путь. Может быть, в какой-то степени я даже претендую на заметный перерез, но если не срастется, то будет просто хуже у белых. Хотя там после С3 какой-то ход Б5 есть. С идеей АБАБЛ. Взяли-взяли. КНЕ5 у меня на Е4 провисает. Хорошо, давайте посмотрим на реакцию моего соперника все-таки сыграет С3. Здесь белые занимаются маневрами, видимо, хотят Ф4 в какой-то момент проводить. Вполне разумный план. Мне нужно завершать развитие. Видимо, слону надо убирать на Е6. Неплохая для него стоянка. Заодно на С4 не пускаем фигуру. Собираю слону Е6. Так, тут все-таки последовало Е4. Довольно амбициозное продолжение. Видимо, довольно сильное. Мне, скорее всего, есть смысл взять на Ж7. На Е5 там последует Е5 пока. С нормальными последствиями для белых. КВДЖ7 уже, ну да. Хорошо, возьму тут. Так, никакой там трюк с кондей 4 я не надеваю. Вроде нет. Б5 сырья на мой соперник подметил. Эту возможность очень, действительно, опасную для меня. Надо понять, чего же я хочу от этой позиции. Как не проиграть. Если это вообще еще возможно. Есть какая-то идея провести Д4 и Д5. Есть возможность взять на Б5, АБ, ладья 8, слон А8. Клонь Б5, слон Е4. Вроде бы никакого трюка пока не проходит. Да, если бы не проходит, это довольно плохие новости для меня. Ничего не попишешь. Как-то сыграть Д5 ЕД вместо ЕД конь Д4 тоже не очень убедительно. Хорошо, у Д5, видимо, надо играть. А дальше смотреть уже по ситуации слон Д7. Просто рокирую. Приняк взял на Д5. Конь Д4, ЕД. Два хода кандидата. Вроде это же после конь Д4 и слон Б7 все равно обязан играть ЕД, как бы. То есть, наверное, есть смысл взять сразу. Взятие конем еще есть. Такое немножко пустоватое, но может быть это как раз то, что надо в этой позиции. Хотя вряд ли. Черный локон даже просто взять на Д5. ЕД. Ну, что-то у них должно найтись. Ну, поэтому, ладно. Поэтому все-таки возьму тут. Так, тут король Д7. Мне надо поделиться, что делать с конем Ф3. Или вообще надо до 1 пока сыграть. Или все-таки убирать коня. Если убирать, то куда? На Ж5 выглядит разумно. Он тогда у черных есть Ф5. С другой стороны я могу добавить Ф3. А, Ф3 наталкивается всегда на ФД4. То есть, ходом Ф3 спешить нельзя. Конь Д2 самое логичное. А мне не нравится, что у черных есть возможность Е3. То есть, таким образом мне испортят структуру. Где-то 1 никогда не работает по причине Ф3 в 6. Там все совсем печально для белых. Надо все-таки как-то реагировать по-другому. Я пока не очень понимаю, как. Черных довольно активная, получается, позиция. То есть, что-то, видимо, в дебюте пошло не так, как должно было. Это бывает. Ничего не попишешь. Ну, времени нет. Сыграю конь Е1. Буду дальше стараться бороться. Солнце 4. Солнце 6. Наверное, стоит сыграть. Нарвут на Ф4, правда. Поэтому, не знаю, стоит ли спешить или нет. Хорошо, сыграю конь Д6. Херзи 2, белые просто. Пытается усиливать свои фигуры. Мне было бы неплохо коня, куда-то в район. В район Д4 привести. Ну, вот займусь. Займусь маневрами. Сыграю конь Д7. Здесь слон Ф4. То есть, видимо, пора играть. Слон Ж2. Хотя есть еще ход С5. На ДС слон С5 просто согласится на позицию с изолятором. Там можно до конца не уравнять. Но по виду все-таки С5 играть... Стоит. Сыграю Ц5. Здесь слон Б7. Так, конь Д4, конечно, принципиально важный ход для оценки этой позиции. Б4, Д6, слон Ж2. ДЕ, фигзи 7. Король Ж2, БС, БС, по-прежнему пешки не хватает, по-прежнему никакой реальной компенсации при таком мощном коне на Д3 нет. Есть ли какие-то альтернативы? А, Б, А, Б. Ладья А8, слон А8. Конь Б5. Слон Д5. Как-то Б3. Ну, откровенно говоря, так себе. Перспектива. Да, есть подозрение, что бело просто хуже в этой позиции. И еще очень неприятно. По сути, нет времени, чтобы серьезно в этой позиции разбираться. То есть она, конечно, остается интересной, но... Задат с довольно серьезной проблемой передо мной поставили. Как их решать, я пока не вижу. КОНЕЦ